Приветики, с вами Илья Яковлев, ваш персональный айтишник и сегодня вам покажу как восстановить ноутбук Acer до заводских настроек. У меня в гостях моделька под названием Aspire V15 Nitro Black Edition. Все очень круто и навороченно. Начнем с настроек BIOS. Если с помощью клавиши F2 или DEL вам не удается загрузиться в BIOS, то при помощи включения кнопки мы нажимаем клавишу Alt и F10 одновременно и держим до тех пор пока у нас не откроется дополнительное меню, потому что в данной модели ноутбука BIOS установлен версии UEFI. Здесь в выборе действия нам нужно попасть в диагностику, дополнительные параметры, параметры встроенного ПО. Дальше мы нажимаем кнопочку единственную перезагрузить, которая приведет нас в состояние BIOS. Дальше с помощью стрелочек вправо мы доходим до главного меню Main. Здесь мы меняем настройки F12 Boot Menu на Enable, а D2D Recovery на Enable. Дальше доходим до экзита, сохраняем настройки, нажимаем на Enter и соглашаемся с применением конфигурации SES снова на Enter. Дальше снова держим Alt и F10 и собственно сама восстановка до заводских настроек находится здесь. Вернуть в исходное состояние все ваши файлы будут удалены, будьте внимательны. Еще одно напоминание о том, что возврат компьютера в исходное состояние убьет ваши личные файлы и приложения все будут удалены и также параметры компьютера будут установлены до значений по умолчанию. Нажимаем кнопочку далее. Если вы переустанавливаете просто операционную систему, восстанавливаете до заводских настроек, то можно выбрать просто удалить мои файлы. Еще одна подтверждающая менюшка с одной единственной кнопкой вернуть в исходное состояние. На этом этапе больше ничего делать не нужно. Дожидаемся восстановления компьютера в исходное состояние. Дальше вас встретит менюшка с приветствием, где вы будете вводить название компьютера, ваши учетные записи, производить настройки первоначальные и попадете непосредственно на рабочий стол. Вот и все. Как оказывается это совсем не страшно, не больно и очень даже быстро. устанавливайте свои ноутбуки. Пишите в комментариях как у вас это все получилось. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте пожалуйста лайк, если видео было вам полезно. А также я вас всех жду на своей индивидуальной консультации по скайпу.